Приветствую. ТЦК может мобилизовать даже тех, кто имеет право на отсрочку. Не верите? Давайте посмотрим заявление тернопольского ТЦК, а потом поговорим о том, насколько это соответствует закону. Сама наявность права на отсрочку, это же не гарантует то, что особа эту отсрочку отримает. Особа может как скоростаться правом на данный отсрочку, так и на ней не скоростаться. Відповідно, якщо особа не скоросталася правом на отсрочку, це означає, що вона не хоче цим правом скоростаться, відповідно, вона підлягає мобилизації. Именно вот этот тезис о том, що людина, який має право на отсрочку, може бути призван на воїнську службу в связі з мобилизациєю і став основанням для тих многочисленних новостей, які ви могли побачити за останні сутки в сети, де якраз вот этот вопрос і обсуждается. А що, реально можуть призвати людина, який має право на отсрочку? Вот с этим вопросом ми сейчас с вами будем разбираться с точки зрения действующее законодательство. Ну а напомню вам, що Тернопільська область – це та область, де ми знаємо, що случались смерти, які зв'язувалися ТЦК і СП, і там були серйозні уголовні дела, там десятки обысків. Була операция, де десятки обысків проводились. Там из'яты сумасшедшие деньги у них, а одного із руководителей ТЦК вообще арестовали во время проведения засідання областной военной администрації. То есть, ну, що там твориться, можна себе вообще только догадываться. Так вот, теперь эти же ребята заявляют, що можна призвати тих, хто має право на отсрочку. Так ли це на самом деле? Щоб розібратися в цьому вопросі, понятно, ми должны почати з закона. З закона о мобилизации, который действует на сьогоднішній день. І якщо ми з вами откроємо соответствуючий закон, то ми увидим з вами 23-ю статью, известнує нам, которая как раз і регулирує вопрос получення отсрочки. Именно в этой статье, вот давайте обратим внимание на то, с каких слов начинается эта статья. А начинается она со слов «Не підлягають призову на військову службу під час мобилизации військового зобов'язани». Два еточа, і пошел перечень тех людей, которые не подлежат призыву на воинскую службу во время мобилизации. І якщо ми задумаємося, який же смысл законодавець изначально Верховна Рада вносила в ці слова, то мені кажеться, ми могли би прийти к виводу ось цьому. Что эта статья, она есть неким указанием, указанием, которое обращено к ТЦК і СП, в котором говорится, что вот этих людей вы не призываете. Что это значит? Особенно в контексте вот этих всех разговоров «Держава в смартфоне», «Цифрова держава», «Пейперлес» и прочее, мы должны себе представить такую картинку, что ТЦК через реестр «Барик», через связь этого реестра с другими реестрами государственными, он смотрит и видит, ага, вот этот человек имеет инвалидность. Все, значит, его мы призывать не будем, значит, мы ему даже повестку вручать не будем, потому что, ну, зачем нам вручать повестку, мы же видим, что у него инвалидность, сейчас мы его на службу не отправим. Мы видим, ага, есть студент, ну, все, студент, значит, студент, не призываем, не вручаем ему повестку. Мы видим, что у человека трое детей, потому что у нас есть синхронизация с реестром Минюста, ну, зачем нам вызывать этого человека и так далее. Ну вот так должно быть, исходя из смысла вот этой нормы, из посыла, который заложен в эту норму. Ну мне так кажется. Но, как говорится, когда кажется, креститься надо, и перекрестившись, мы здесь с вами что делаем? Мы вспоминаем законопроект с начала 10.449, который стал законом 36.33 и который изменил эту статью. И он в том числе добавил вот такие слова. 2. Порядок проведения призову громадян на військовую службу подчас мобилизации на особый период вызначается Кабинетом Министров Украины. Это указано в части 5 статьи 22 Закона Украины о мобилизации. И там же дальше сказано, что именно этот порядок определяет процедуру получения отсрочки. То есть вы понимаете, что произошло? Изначально закон просто говорил, что вот этих людей мы не призываем. И давал перечень. И это норма аж старая. Потом, в мае месяце, появляется вот этот порядок. Вот эти, вернее, сначала изменения в закон о мобилизации. И они говорят, что теперь порядок будет определять Кабинет Министров Украины. Кабинет Министров Украины принимает постановление 560. Всеми нами любимое, скажем так. То постановление, которое Кабмин уже сам неоднократно признал, что оно не соответствует закону о мобилизации. Но там есть раздел об отсрочках. Вот давайте его посмотрим. Вот он этот раздел. «Наданя вид строчка вид призову на висковую службу печат мобилизации та ее оформлення». Вот такое название он имеет. И здесь вот посмотрим пункт 58. Весь читать не будем, но смысл смотрите какой. «За наявности подстав для одержания відстрочки від призову на висковую службу під час мобилизации на особливый период висково зобовязані особисто подают на имя головы комиссии ТЦК ТСП заяву сгідно формою». То есть Кабмин теперь сказал «хочешь получить отсрочку – подавай заявление». Все, определил это однозначно. И ТЦК, конечно же, работает по этому постановлению Кабинета Министров Украины. То есть, к чему мы подходим? Что на сегодняшний день, после законопроекта 10.449, который потом стал законом 36.33, после принятия постановления 560 мы имеем следующую ситуацию. Если у вас есть отсрочка, то вы должны не просто вот сидеть и радоваться этому, что у вас есть отсрочка. Нет! Вам ТЦК об этом прямо говорит. Ты не можешь теперь все сидеть и расслабляться. Ты должен оформить эту отсрочку. А для того, чтобы оформить эту отсрочку, ты должен собрать документы. Те документы, которые определены постановлением 560. Ты должен написать заяву, которая определена, опять же, все той же постановой 560. И ты должен это все собрать и подать в ТЦК ИСП. После чего они рассмотрят твое заявление и оформят тебе отсрочку. Это то, что теперь предусмотрено, прямо предусмотрено постановой 560. И слова вот того представителя ТЦК, они как раз базируются на этой постанове. И, друзья, хочу обратить ваше внимание. Несколько дней назад я выпускал видео, которое я как раз называл там срочно оформить отсрочку. Как раз еще до того, как вот эта новость вообще пошла. И там я рассказывал вам о истории одного клиента, который вот как раз в тот день там ко мне обратился. У него инвалидность второй группы. У него сын, которого на улице встретили. И он поехал в ТЦК ИСП. И сын теперь уже служит. Потому что отсрочка была не оформлена. К юристу в тот день они не обратились. Сам он не смог их как-то вот, ну так получилось, да. Ну человек же ж не юрист, он не смог сориентироваться, не смог объяснить, что у него есть право на отсрочку. Документов, понятно, у него с собой не было. И теперь человек служит. А если мы посмотрим закон Украины о воинской обязанности и воинской службе, то тот факт, что у тебя есть родители с инвалидностью второй группы, не являются основанием для того, чтобы ты мог уволиться. То есть право на отсрочку это дает, а право на увольнение нет. И вот получается человек, который не оформил отсрочку, оказался в крайне тяжелой ситуации. И это еще раз подтверждает, что вот те слова, о которых заявлял представитель ТЦК, они, ну они для них как бы норма, они так действуют. И они действительно призывают тех людей, у которых есть право на отсрочку, но которые не обратились с соответствующим заявлением и соответствующим перечнем документов к ТЦК. Друзья, здесь что нужно делать? Учитесь на ошибках других людей, это первый момент. Ну и слушайте то, что говорит ТЦК. И если они говорят, что мы вас призовем, даже если у вас есть право на отсрочку, но вы ее не оформили, так что надо делать? Надо брать и оформлять отсрочку. Все, это единственный вывод, который есть из вот всех этих слов. Единственный вывод, который, ну для вас является важным, принципиальным, и который может повлиять, существенно повлиять на вашу жизнь. Поэтому делайте то, все, что необходимо, чтобы вас не призвали, если у вас есть право на отсрочку, да, ну если только, естественно, вы не планируете добровольно идти служить в ЗСУ. Напомню, что те люди, которые имеют право на отсрочку, да, они могут также прийти, написать заявление, да, и заключить контракт и проходить службу. Если вы это не планируете, оформляйте, соответственно, отсрочку. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также напомню, что у меня есть Telegram канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.